Интервью «Калибер АС» с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Станиславом Причиным. Какой вы видите роль России и Азербайджана, как ключевых партнеров в оформлении новой системы региональной безопасности на Южном Кавказе? Объективно говоря, Россия и Азербайджан являются ключевыми партнерами на Южном Кавказе в экономическом плане с достаточно внушительным пакетом взаимных инвестиций. В целом это подчеркивает и тот политический диалог стратегического характера, который есть в российско-азербайджанских отношениях. В этом плане новая конфигурация в том контексте, в котором она прописана в заявлении от 10 ноября 2020 года по итогам Второй Карабахской войны, встраивается и усиливает российско-азербайджанский вектор сотрудничества. Насколько по-вашему высоки интересы России и Азербайджана, формирование новой транспортно-магистральной карты Евразии и развитие сотрудничества в МТК «Север-Юг» в новых реалиях на Южном Кавказе. В целом разблокирование коридоров отвечает интересам всех игроков и Азербайджан, ввиду выгодного географического положения, в плане логистики может стать важным связующим звеном между Арменией и Россией. На сегодняшний день у Армении с Россией отсутствует железнодорожное сообщение, потому что через Грузию его как такового нет. И Азербайджан со своими железными дорогами после окончательной имплементации перемирия может стать полноценным транспортным хабом взаимодействия. В целом все работает на экономику региона и максимально отвечает российско-азербайджанским отношениям. Разблокирование границ и новая транспортная карта в регионе позволят заметно улучшить логистику, связность региона, откроют возможности для торговли. На сегодняшний день, ввиду того, что железнодорожная часть МТК Север-Юг не достроена до конца, соответственно есть сложности в транспортировке больших объемов груза, а использование Зангизурского коридора на нынешнем этапе может снять эти сложности. В последнее время вновь заговорили о присоединении Азербайджана к ЕАЭС в качестве наблюдателя. Как вы оцениваете такую перспективу? С точки зрения стратегического развития ЕАЭС, Азербайджан очень важный игрок и по размеру экономики, и по численности населения. Он стал бы очень крупным прорывом для ЕАЭС в плане расширения рынков сбыта, расширения общего торгового пространства. Между тем возникает вопрос, с каким кейсом Азербайджан готов пойти на интеграцию. Дело в том, что членство в ЕАЭС предполагает имплементацию целого пакета документов, принятых в рамках ЕАЭС, стандартов, различного рода нормативно-правовых актов. Также Баку должен будет частично перестроить свою таможенную систему для создания общего рынка стандартов. В этом вопросе Азербайджан должен сам решить, насколько это ему выгодно экономически. Может ли Армения заблокировать присоединение Азербайджана к ЕАЭС в качестве наблюдателя? Ввиду того, что все вопросы в рамках ЕАЭС решаются коллегиально, то, конечно, у Армении есть право вета. На нынешнем этапе сложно себе представить, что Ереван позволит Баку беспроблемно вступить в организацию. Хотя с экономической точки зрения для Армении это было бы очень серьезное подспорье. Фактически, свобода передвижения товаров в рамках ЕАЭС создала бы совершенно новую реальность для Армении, вывела бы ее в совершенно другие условия по транспорту, по инвестиционной привлекательности. Это было бы серьезным прорывом для ее экономического развития. Однако, насколько эти аргументы будут важны для руководства Армении, покажет время. Может ли Турция стать наблюдателем в ЕАЭС? И какие это несет перспективы для экономического союза? Как мы видим по опыту Ирана через зону свободной торговли, через создание каких-то отдельных сегментов зоны свободной торговли, возможность подсоединения Турции к ЕАЭС есть. По ряду товарных позиций, как в случае с Ираном, такой опыт у ЕАЭС тоже есть. Учитывая, что Турция является достаточно активным экспортером, для нее, на мой взгляд, в экономическом плане было бы выгодно иметь какие-то формальные отношения с ЕАЭС. Это способствовало бы расширению экспорта ее товаров на рынок ЕАЭС. Но опять же, такие вопросы всегда решаются обоюдно. В первую очередь Турция должна будет снизить таможенные сборы для ряда товаров, которые поставляются из стран ЕАЭС. Здесь всегда ведется поиск компромиссных позиций. В целом, для ЕАЭС это стало бы серьезным прорывом, серьезным расширением и общих рынков, это создало бы совершенно другую конфигурацию экономического сотрудничества, выходящего за рамки постсоветского пространства.